Но муж часто ворует из дома для своих родственников и матери. Мы женились тайно. У меня тогда было двое детей от другого, а он был неженатым. Что иногда думаю, вытолкнуть его с сыном и сказать, забирай. Как научиться снова доверять и захотеть с кем-либо встречаться? Братья видят, что они меня больше любят и хотят, чтобы я им тоже помогал, так как я больше зарабатываю. Они говорят, что у меня нет будущего с русской женщиной. Папа с мамой уже 18 лет в разводе. За это время папа успел два раза жениться и снова развестись. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие наши слушатели, дорогие зрители, кто смотрит рубрика «Вопросы Довлатова», спасибо, что задаете актуальные вопросы. Я поприветствую вас из моего ресторана, города Астана, Виноград. Это напротив как раз, где в данный момент Нурсултан Назарбаев сидит на данном этапе, где новый его административный штат здесь сидит напротив. Раньше была библиотека президента. Дорогие мои, вот приезжайте в наш ресторан, побывайте, хочу вам показать. Два секунды хочу делать вам экскурсию. Вот так выглядит наш ресторан, вот в таком духе. И вот можете сюда посмотреть. Вот в ближайшее время, в ближайшее время очень начинается как раз Рузышар, и начинается Рамазан, и вы можете побывать у нас, вы можете заказать себе гости, столики с семьями и так далее. Добро пожаловать, мы будем очень-очень рады вас видеть. Приходите, побывайте, заказывайте. У нас очень хорошая кухня, очень хорошие повара из Ташкента, очень хорошая еда. Многие ребята, которые побывали, очень много раз поблагодарили за это. И друзьями, с семьями заказывают, особенно Рамазан, Аузашар и так далее, потому что у нас халалка кухня. Следующий вопрос по смене вопросов. Здравствуйте, Сальнура Довлатова. Меня сильно волнует один вопрос. У нас мужем четверо детей, но муж часто ворует, из дома для своих родственников и матери. Мы живем в Казахстане, а он из Узбекистана. У него дома усиленно идет стройка. Он передает деньги на стройку, а потом на свою свадьбу собирает. Мы женились тайно. У меня тогда было двое детей от другого, а он был не женатым. Все годы его мама делала мне много зла, что иногда думаю вытолкнуть его с сына и сказать, забирай, но думаю, если уйдет муж, как обеспечивать и воспитывать одной наших совместных детей. Как можно мужа отучить вороват, устала жить с вором? Мама его сказала ему, чтобы он не доверял мне, так как я его когда-нибудь выгоню. И потом он сказал, что его ман никогда не даст ему согласия выйти из гражданства Узбекистана. Мы строили дом в Казахстане с нуля. У меня пропадало многое. И продукты, и стройматериалы, и одежды, и так далее. Он пару раз и руки распускал. Пожалуйста, дайте мне совет. Понимаете, семья это полно трудностей, семья полно проблем. Это как марли, понимаете? Марли такой, то мокрый, то сухой. Это то, что происходит между мужем и женой. Это постоянно бывает такое. Я думаю, что если вы согласились выйти на него замуж, и вы создали с ним семью, и у вас появляются двое детей, и так далее, и так далее, и вам значит что-то хорошее есть в ваших отношениях. Понимаете? И вам надо самим понимать, что важнее для вас сейчас. А то, что какие-то мелочи, которые иногда потеряются, и так далее, возможно. Потому что, запомните, я сейчас три вещи скажу. Это три вещи неизлечимые. Одно из них это воровство. Рука, которая берет чужое, его невозможно излечить. Это почти нереально излечит. А 98% жизни не происходит излечимые изменения, не происходит на 98% случаев. Второе, второе, это пролюбодеяние. Это тоже почти неизлечимое. Потому что любой человек, который гуляет, хоть женщина, хоть мужчина, на 98% они хоть как бы не обещали, и так далее, все равно, когда они встречают какую-то более красивую девушку, или красивый парень, или более лучший, и так далее, они все равно будут гулять. Это от опыта, который я видел. И следующая вещь, это вранье. Когда человек привык врат, он все равно будет врат. Поэтому это лицемерие. Они, понимаете, как бы вы ни говорите, они такие есть. Но человек может перевоспитать себя, если он сам захочет. Но это очень сложно удается, к сожалению. Поэтому вам надо понимать, что его жизненные ценности, если вам близко, что такое жизненные ценности? Это образ жизни человека. Если вы можете всю жизнь терпеть его образ жизни этого человека, оставайтесь и продолжайте. Но если вы не можете его жизненные ценности воспринимать, оставшиеся в своей жизни, тогда, пожалуйста, расставайтесь. Это очень важно. А то, что его мама, а то, что это там такое, это все причине которая отражается на это еще вы должны воспринимать его жизненные ценности как человека а все остальные исходят исходить из этого следующий важный вопрос добрый день с 1 раджавович у меня такой вопрос я два года состояла в семье нездоровых отношениях каждый день ссорились без причины и мирились прошло уже два года на данный момент мне стало совершенно неинтересно строить отношения с другим человеком я не зачем она просто нет доверия никому и никаких эмоций и чувств будто я стала черствой иногда самой от этого неудобно как научиться снова доверять и захотеть с кем-либо встречаться очень просто счастье это не навык чтобы вы научились этого понимаете счастье это позволение вам надо просто позволить себе без счастливыми понимаете когда у вас внутренний состояние растет когда вы будете более уверены в себе когда вы себе будете чувствовать более женственно более нежно ухаживать над собой тогда тогда автоматом появятся люди которые будут за вас больше внимания обратить и так далее и у вас появится желание создать семью и так далее а просто избавьтесь от вашей прошлой обиде избавиться от прошлый разноглас но не ожидайте над кого-то чего-то не ожидайте от жизни чего-то чудо и так далее самому надо свою жизнь создавать понимаете жизнь для вас никто не создает много не требуйте от мужчин который появится рядом с вами если вы очень много сразу требуете вы напугаете их и они поэтому бросают вас уйдут на нервах не действуйте сильно мужчинам понимаете мужчинах надо благодарить надо снять их они просто как большие дети понимаете но если вы можете их вдохновить они для вас горе привернут они за всех веках все великие мужчины за ними стояли великие мудрые женщины а салам алейкум устат анонимно хотелось бы чтобы вы мне помогали помогли с братскими ссорами я рос в образованной семье и у меня 5 братьев все старше меня и три сестры по сменим обстоятельствам я после 11 класса приехал в москву поступить и одновременно зарабатывать так как были серьезные проблемы в семье все эти годы я учился в россии работал нашел девушку русскую в течение 233 года она приняла ислам в прошлом году мы поехали в таджикстан ее приняли как за родную дочь мы поженились после того как мы обратно приехали в россию мои братья начали меня ненавидят дело в том что папа и мама папу и маму только я обеспечиваю брата видят что они меня больше любит и хотят чтобы я им тоже помогал так как я больше зарабатываю они говорят что у меня нет будущего с русской женщины другой брат сказал родителям что моя жена изменяла меня до свадьбы но я жениться не здесь не девственница и очень сильно зол на них после таких слов я не смогу простить их но родители уже старые за них я очень переживаю моя супруга еще не в курсе них он не хочу говорит помогите советами пожалуйста брат мой с ней свою жене жену с ней свою жену уважай свою жену береги и то что твои братья сейчас говорят иногда в человеке бывают ненависть иногда человек бывает просто зависть от зависть если не что-то болтает не поддаваясь этим словам понимаешь если ты женились а эта девушка ради тебя с такого делала ты должен уважать ее с нет сделай его счастливой понимаешь нас его на руках сделали счастливее и забота родителям а то что твои братья говорят чуть-чуть с возрастом все остальные свои места пройдут некоторое время они чуть-чуть с возрастами соответственно мудрее станет и они все успокоятся им самим будут стыдно за все это самое главное ты плохой не говори понимаешь сами главные тени сфорса с ним а то что тебе не говорит что ты ненавидящих это твоя ошибка ты не в знакомых философия земли я много своих уроках рассказывал об этом философия земли посмотри на земля посмотри люди пилу не туба мусор бросает туда грязь бросает но оттуда растут цвети ты внимание обращай то что твои братья город они твои братья понимаешь их места никто не займет в жизни поэтому главное чтобы ты плохой не сказал главное чтобы ты плохой не делал ты ответить в жизни за свои собственные поступки то что они так говорили то что они так думают они за это ответит не приживай просто всему свое время они однозначно ранее поздно жизнь их воспитывать будут а ты старайся чтобы их уважать по-прежнему служи родителям оберегай жену сделай ее счастливым стал хорошим мужем просто стал хорошим мужем и стал хорошим братом со временем ты поймешь почему твои братья и так далее так думают возможно они нуждаются твоей помощи возможно и нет возможно не завидуют но ты не должен поддаваться этому ты не должен делать так чтобы они управляли твои эмоциям поэтому то что ты говоришь я ненавижу их я не могу их простить это твоя ошибка ты должен их простила на твои родные и близкие все вышли он милостыне он помилюет любой грех понимаешь он помилит а почему ты не можешь делать поэтому ты прости их ты стараешь мудрее умнее станешь ты растешь понимаешь злиться ненавидит родные близкие каждый дурак способен любой человек может или а вот умение стать мудрее простить прибороть боль наоборот наладит отношения это намного мудро поэтому продолжай вот мой совет тебе продолжай сохранить семью не поддаваясь этим а можно сказать словам которые со стороны слышишь вообще не слушай да и жену вообще не смеется такого говорит ты будешь сильно ранить его сердце не делай даже такого с уважая родители служим со временем твои братья поймут добрый день папа с мама уже 18 лет в разводе за это время папа успел два раза жениться и снова развестись от 1 брака нас двое я и моя сестренка последние три года я живу с папой они снова начали общаться с мамой потому что мама тоже приходит помогая нам по дому сначала папа это не особо нравилось но сейчас он смирился общение у них непонятные у маме уже есть давно желание сойти с папой как быть как понять папу я хочу чтобы папа наконец-то сошелся с мамой потому что с предыдущими женами они были не парой папа с утра до вечера пашет но в последнее время у него появилась пристрастие к алкоголю сейчас я не могу понять папу он как будто мается мы понимаем что он переживает за младших наших сестренок и братишек как свести его с мамой очень просто просто говорить ему об этом понимаете мужчина с годами с возрастами он он становится очень очень похожи как дети и он нуждается именно благородным мудрым советами так далее это нормальное явление поэтому просто подойдите скажите скажите что пап но прошли не изменишь прошло но мы как старшие брать сестры точно так же будем рядом с тобой как старше твоих детей и как старше брать сестры поможем младшим братишкам сестрам неважно они твои дети и они значит мои братья сестры неважно у них мама другой или кого-то вот если вы дадите ему надежды что как старше его дети вы рядом с ним особенно в старости в рядом с ним позаботиться него всегда и позаботиться младших тогда он будет слышит вас запомните мои слова это именно так и будет дорогие друзья посмотрите график наши тренингов под эта рубрика посмотрите на это почта сдавайте вопросы на это почта актуальный вопрос задавайте комментариях пишите свой опыт пишите именно как было в вашей жизни но что-то полезное что-то хорошее чтобы кому-то это помогло не критикуют друг друга жизни другого человека не критикуйте не смейтесь на судьбами других людей не смейте на мечтами других людей понимаете в никто не застрахован никогда можно сказать не критикуйте почему кто-то так делал нету здесь правильно неправильно надо стараться чтобы к у каждого человека своя жизнь понимаете есть такая библейское высказывание да там по моему когда когда иисус сказал что пусть бросать кто кто не грешил понимаете пусками бросить первым кто не грешил поэтому прежде чем кого-то жизнь чьи-то жизнь вы критикуете самому задумайтесь хорошо поэтому идеальных людей не бывает поэтому но есть возможность нам всем стать лучше просто брат примере учиться у жизни друг друга потихонечку сад мудрее я желаю вам мудрой жизни с счастливей жизни успехов вам станьте успешным и помогайте многим людям удачи